Приветствую! Меня зовут Алексей Мельников и я являюсь директором маркетинга и продаж компании Суши Мастер. Годовые продажи компании Суши Мастер на сейчас составляют 2,5 миллиарда рублей. Компания с 2014 года выросла 10 раз. Основатель компании Алексей Павлов открыл 13 ресторанов в городе Тюмень. На сейчас это уже более 130 ресторанов, которые находятся в 10 странах. Перед открытием ресторана в новом городе сначала отдел маркетинга изучает рынок. На конкурентов мы сильно не зацикливаемся, мы не те, кто боимся конкурентов. Мы должны понимать, какой доход у населения, а это показывает тот ценник, который выставляют конкуренты. Проще говоря, мы анализируем уровень цен, которые находятся в этом городе. Это мне нужно для того, чтобы определить правильную ценовую политику для этого города. Наша задача забрать свое. Чужого нам не надо, но свое мы не отдадим. А свое это 25% рынка Суши в конкретном городе. У нас четко просчитанная модель, в которой мы понимаем, сколько будет транзакций в этом городе в месяц. На определение цен в городе у нас 7 прайсов по России, только 7 прайсов. В Украине отдельный прайс, в Польше, в Литве другие цены и там кое-как отличается меню. Если говорить про Россию, здесь большую роль играет в цене также расстояние, где находится ресторан географически. То есть на севере, на крайнем севере там и продукты дороже, и доставить туда тоже. У нас есть рестораны в городе Норильск, допустим, это вообще закрытый город находится на крайнем севере, Белоярский. То есть есть города, которые вообще трудно доставить продукты, рыбу. Поэтому многие конкуренты там работают без рыбы, либо используют дешевую рыбу. Наши поставщики и структура поставки продуктов обеспечивает одинаковые поставки по всем городам, во что бы то ни стало. Был случай, когда мы в город Белоярский доставляли танкерам, потому что там не позволяют условия машинопроходить. Вот наш топ-руководитель, который сейчас за доставки, Денис Кудрявцев, он обеспечил, и мы не остановили продажи. Вот, и все продукты были поставлены. В среднем сейчас себестоимость по компании у нас 32%. И мы значительно выиграем в этом у конкурентов, потому что мы только рыбы, 7 тонн в месяц закупаем рыбы. Ни один из конкурентов не может закупить по таким ценам, которым берем мы продукты. Структура продаж компании Sushi Master состоит из двух главных аспектов. Это самовывоз и доставка. Доставка у нас составляет 65%, соответственно 35% самовывоз. Есть города, в которых доставка достигает и выше, чем 65%, это я назвал средний уровень. Есть города, где она 70% и 80%. При выборе страны, либо города, не имеет значения. В первую очередь мы смотрим, вообще развит ли там рынок суши. Страну мы захватываем через города, слона сразу не съешь, его надо по кусочкам. Мы берем город, открываться мы можем как в столицах, так и в маленьких городах. Когда мы берем 25% рынка, это говорит о том, что мы здесь будем прибыльные. Это просчитанная модель, которая подтверждается нашим P&L. То есть мы реальным финмодель видим, что города, в которых мы взяли 25%, мы получаем операционную прибыль. Значит 25% рынка мы просчитываем очень просто. Мы знаем конкретное количество транзакций в этом городе. Это 4% транзакций от населения. Если это город 100 тысяч, значит наших 4 тысячи транзакций мы должны в месяц сделать. Дальше мы понимаем, мы сможем сделать одним рестораном, либо нам надо два ресторана. После этого мы начинаем подбирать локацию. У нас есть 4 вида локаций. Стрит, фудпорт, прикасса, ресторанный тип. Если мы понимаем, что площадь кухни, количество поваров смогут сделать 4 тысячи транзакций, значит мы стараемся закрыть этот город одним рестораном. Второй фактор, который важный, влияет, когда мы захватываем город, мы должны понимать. У нас цель номер один в доставке, это доставить не позже, чем за 60 минут. Это важно для нашего гостя, и мы это должны обеспечить. В некоторых городах мы уже доставляем за 45 минут. Так вот, когда мы определяем локацию, в этом городе 100 тысяч, мы должны понимать, мы просчитываем, сможем ли мы с этой точки обеспечить весь город за 60 минут. Если да, значит мы покрываем его одной локацией. Но чаще всего мы на 50 тысяч населения открываем один ресторан. Мы считаем всегда, как и отдельно каждый ресторан видим, но и фокусируемся на средней продажи на ресторан. Чтобы при открытии ресторанов у нас не падали средние продажи на один ресторан. У нас в компании находятся ключевых несколько отделов, которые отвечают за нападение. Так можно разделить на два таких блока, нападение и защита. За нападение отвечаю я, и мне помогает, скажем так, идти в атаку несколько отделов. Первое дело, это отдел маркетинга, здесь уже до 15 человек. Второе направление, это отдел активных продаж. Клиенты, которые у нас давно не покупали, гости, мы им перезваниваем и напоминаем о нас. И таким образом, назвали мы его активным, потому что здесь действуем мы, а не клиент, который звонит на колл-центр. То есть мы работаем с теми клиентами, которые давно у нас не заказывали. Звонит продавец и выясняет почему, и пытается его вернуть. Третий отдел, это администраторы. Администраторы, они тоже являются продавцами, как и колл-центр в принципе. То есть есть активных продаж, есть оператор колл-центра, есть администраторы. Это те люди, которые фактически контактируют с клиентом и продают. И отдел маркетинга, который направляет клиентов на продавцов. Если эта связка работает, то мы засыпаем операционистов. Их задача поднять все заказы, вытянуть и обеспечить. Вообще у нас в компании все основано на принципе спорта. Я дал заказы на пятницу или на субботу. Их задача доставить. То есть они обработать могут, но вопрос за сколько времени. То есть мы их все обработаем. Но так как у нас идет постоянный учет, мы видим рестораны, в которых доставка идет не за 60 минут, а за 90. Это сразу отслеживается, проходит сигнал. И я как нападающий говорю, ребята, что вы отстаете? 60 минут, возвращайте время стандарт, быстрее катайте. И таким образом идет ускорение постоянно. Повара, курьеры, повара, курьеры. Я в течение дня вижу ситуацию на ресторанах. Могу видеть ее как по цифрам, так и получать обратную связь от директора филиала. Что такой-то ресторан сейчас нет продаж. И мы начинаем с маркетингом думать, что включить. Таргетинг, где-то контекст подключить, где-то дать рассылку. В каждом городе своя ситуация, как можно повлиять на продажи. Наша команда маркетинга, я считаю, сейчас является одной из сильнейших в мире. Потому что то количество ресурсов, которые мы используем в маркетинге, я как бы не встречал в каких-то других компаниях. Мы очень мощно работаем таргетингом, мы используем другие инструменты, паблики, розыгрыши. То есть мы очень мощно работаем в ВКонтакте. Если говорить про Инстаграм, на данный момент у нас 63 тысячи подписчиков. И мы используем новые уже способы. Мы берем амбассадор бренда. И те города, где, допустим, я не смог поднять продажи через ВК, либо через другие инструменты, да. Мы поехали туда, взяли блогера, известного блогера в России. Например, мы взяли город Нижневартовск. Приехали туда с блогером. Взяли очень качественное шоу. Привлекли более тысячи человек на него. У меня продажи выросли на 40%. В каждом городе можем чувствовать потребность гостя. То есть мы чувствуем, какое предложение ему дать. Мы его постоянно замеряем, во-первых. Сегодня мы дали предложение, там, сет, назвали его сумо. Два килограмма. Там, в каких-то городах он зашел на десяточку, эффективно, да, все там, спрос большой. А в каких-то городах он не зашел. Мы на следующую неделю даем другой сет, да, там, килограмм, допустим. Оп, а там килограмм зашел хорошо. Мы понимаем, что в этих городах надо такой давать оффер. Других другой. И выбираем каналы, в которых нужно работать. Так как цель компании стоит тысяча ресторанов. Первая цель. Глобальная цель 50 тысяч ресторанов. И мы к ней придем. Наш принцип, да, сегодня лучше, чем вчера. Это идеология, которая заложена Алексом в компании. И пропитаны ей топ-менеджеры. А задача моя, как топ-менеджера, чтобы эта идеология пошла вниз. Чем больше она вниз, до каждого повара дойдет идеология единая, тем мы становимся сильнее. Важная идеология, которую Алекс заложил в компанию и в свою команду. Бизнес – это спорт. А спорт всегда тебя мотивирует на победы. Мы тренируемся, тренируемся и побеждаем. И наше совещание даже, которое, ну, как бы называется совет директоров, но, по большому счету, это тренировка. Нас тренирует Алекс. Я считаю, что Алекс самый сильный в бизнесе, как тренер. Почему я в этом уверен? Потому что мы способны управлять такой машиной. И у нас есть, допустим, где-то в Литве рестораны, да, либо в Румынии. И качество управления от этого у нас хуже не становится. У нас есть города 20 тысяч, где мы забрали уже 70% рынка. Есть города, Киев, допустим, да, почти там 4,5 миллиона. Вот. Мы здесь открыли уже там 11 ресторанов. Никто нас не сможет победить. В нашей нише мы самые сильные. Потому что у нас большая цель, у нас сильный тренер, и у нас крутая команда.